Как же тут все плохо? Или все-таки не все? Ку, всем привет, с вами Артем Бухонин. Ох, сейчас я его обосру от души, подумали вы, когда поверили кликбейту. Но на самом деле... Ну уж нет. Хочу сказать, что этот смарт ноги будут хаять вначале, пока в его защиту не выступят какие-нибудь авторитетные каналы. А вообще за эти небольшие деньги вы получите не типичный медленный смартфон с глюками, а хорошее бюджетное предложение. Кто найдет подобные аналоги до 100 долларов, напишите в комментарии, мне будет интересно. А почему до 100? Потому что у него со дня на день уйдет статус эдакой такой новинки, и ценник будет не больше сотни баксов. Но это не точно. В общем, пишите свои пожелания и альтернативы, и я постараюсь сделать ролик по вашим отзывам и комментам. Поехали. В Redmi 6A хоть и сэкономили в ряде характеристик, но общее восприятие модели осталось положительным. Ведь тут вполне нормальный дисплей с разрешением 1440 на 720 точек, с неплохим углом обзора, кстати, и вполне нормальными цветами. Экран, конечно, простой, но на солнце читабельный, и как плюс рамки относительно небольшие. При большом желании все-таки можете заметить пикселизацию, но это только при желании. Многие знатоки также могут сказать, что в 6A есть воздушная прослойка. Да, это так, но лично мне это вообще пофигу. В сравнении с большинством современных смартфонов, Redmi 6A вышел довольно компактным. На вид он соответствует 5-дюймовым смартам. В подсказке вот есть ссылка на ролик, в котором я показывал вам разницу между 5A и 6A. Ну, так разницы в размере практически нет, разве что камера со вспышкой начали выступать. Но сейчас это прям тренд какой-то. Впрочем, ничего нового. Кстати, смартом очень удобно пользоваться одной рукой. И он определенно понравится любителям маленьких смартфонов. Далее хочется отметить, что задняя крышка сделана из матового пластика. Ощущения прям такой дешевизны не возникает, но посудите сами. Для бюджетника у него вполне неплохой вид, но чехол обязателен, потому что месяц и пластик начинает царапаться, даже не при самых жестких условиях эксплуатации. На правой грани расположена качелька регулировки громкости и кнопка включения. На левой два лотка. Одна для нано-сим-карты, вторая еще для одной нано-сим-карты и карты памяти microSD. Это, безусловно, приятный плюс. Не надо ничего мудрить с сим-картами и флешкой. В этом хочется похвалить Xiaomi за то, что можно иметь две сим-карты, а также без труда закинуть фильмы или другую информацию на флешку до 256 гигабайт. Также можно подключить флешку через OTG и наслаждаться видосами не на самом маленьком экране. Снизу можно видеть разъем microUSB и отверстие микрофона. В такой бюджетник никакой Type-C, как интернет для этой бабули. Он на м***ю не нужен, интернет ваш! Все почему-то гонятся за Type-C, а по факту, хрен найдешь зарядку у кого-нибудь из окружающих тебя людей, когда ты забыл ее дома. А также Type-C очень тяжело чинить в случае полом. Я уже сталкивался с этим на Mi 5. Так что пока пусть остается microUSB. Не настало еще твое время, Валера. Сверху располагается миниджек для наушников и второй микрофон. Наушники играют средне, не хорошо и не плохо. Вот такая золотая серединка, так скажем. Звук лучше получается по Bluetooth наушникам. Но я сравнивал Xiaomi Piston и QCYQi8. Звучание у вторых мне понравилось больше. Но правда и цена разная. И к порта и сканера отпечатков в этой модели, к сожалению, нет. Да ладно, все б***ь, ты чё? Не сказать, что это прям критичный минус, но сканеру я был бы рад. Но хорошо, что хоть распознавание по лицу сделали. Оно вот-вот активируется. Но судя по Note 5, оно сырое и недоработанное. Как-то ну и легко обмануть его, что ли. Например, вашим фото. Но кто будет взламывать такой бюджетный телефон, мне интересно. Хороший вопрос, спасибо. Над дисплеем находится сеточка разговорного динамика, датчики освещения и приближения. А также световой индикатор. Он находится с краю и белого цвета. Главным нежданчиком в этом смарте стал процессор MTK Helio A22, который справляется с многими задачами прямо на ура, а с многими не очень. В общем, странное решение от Xiaomi, но знайте, сколько он набирает в Antutu. Чуть больше 60 тысяч. 60 тысяч, Карл, а батарея на 3000 мАч. Благодаря ей у смарта очень хорошая автономность. Я провел такой тест. Целый день гонял ролики на ютубе с разрешением HD. Яркость экрана и звук были на полную. 6А проработал аж 8 часов до 10% батареи. Что вообще неплохо. То есть свой типичный рабочий день, можно смело позалипать на различные ролики. Например, на канале Артем Бухонин Лайв, где сейчас подводятся или уже были подведены итоги конкурса на 10 баксов. Кстати, раз пошла такая пьянка, то вот вам следующий конкурс на десяточку. Условия все те же. Лайк, подписка и коммент к этому ролику. Итоги будут на лайв канале 1 сентября. Несмотря на высокую цену, работает Redmi 6A вполне шустро. Конечно, он уступает флагманам по скорости работы. Но раздражения из-за этого в процессе использования я не ощутил. Что ж, браво, ёпта охуенно. Его работа бесит только если сравнить его и какой-нибудь смарт за 150-200 долларов. А если вы закажете его человеку, у которого до этого был какой-нибудь допотопный телефон, так вот для них этот смарт будет прям огонь, поверьте мне. Проверено на родителях. Кстати, имейте ввиду, начинка у смартфона совсем не игровая, поэтому топовые игрушки будут запускаться на низких или средних таких настройках. Но и глупо ждать за 100 долларов игровой телефон, не так ли? Если прям большое желание поиграться, играйте вот в что-то подобное. Время, которое было, все, блядь, по-добой! GPS на этом смарте с процессором Helio A22 стало работать вполне сносно. Если раньше медиатеки как-то долго искали спутники, то сейчас эта проблема ушла. Вот, посмотрите, тест GPS, по-моему, неплохо. Ну, давайте перейдем к камере. Правда, будет не самое логичное сравнение, но извиняйте, какое есть. Буду Xiaomi Note 5 сравнивать. Вот, посмотрите, примеры фото. Ну, в общем и целом неплохо, согласитесь? Различия, конечно, есть и выигрывает, безусловно, Note 5, но и цена в два раза больше. Мой неплохой обзор будет у вас в подсказке. Такие же дела и с видео. Вот вам теперь несколько примеров видео. Это Xiaomi Note 5. Это Redmi 6A. Скажем так, для пересылок по WhatsApp вполне сойдет. Ведь дети и родители навряд ли будут прям приглядываться к пикселям и прочему. Короче, для хом-видео, так скажем, смарт на 5 баллов. Хочется отметить селфи-камеру. Она в этом аппарате огонь, без преувеличения говорю. Не знаю как, но эффект боке получается на 5 баллов. Даже в основной камере такого нет. И для любителей делать селфи, это прям как приятный подарок за эти небольшие деньги. Что по интерфейсу, то в камере он стандартный для MIUI. Есть несколько режимов. Переключение между ними идет по горизонтальному свайпу. Переход в настройки осуществляется по кнопке в правом верхнем углу. Да и в принципе, что по операционной системе, то в продажу Redmi 6A поступил с последней на данный момент версией Android. MIUI совсем не урезанная. Все ее плюшки здесь можно использовать в полном объеме. Например, разделение экрана, клонирование приложений. Можно следить за гребанным падением рубля или тенге. Запись экрана, сканер штрих-кода, компас и прочее. В общем, оболочка MIUI мне по нраву. И если вам Xiaomi и его оболочка тоже нравится, то можете смело его заказывать. Все лучшие предложения на 6A будут специально мною подобраны и добавлены в описание под ролик. Я, конечно, расскажу его минусы за месяц работы. Но это уже по факту, а не как у многих блогеров, которые только его получили и уже хотят выехать на том, что решили просто обосрать данное творение от Xiaomi. Никто не хочет перенять опыт. Типа, ой-ой-ой, какие огромные рамки, ох уж эти никудышные МТК-процессоры и прочее. Но что действительно мне не понравилось, это динамик, который находится сзади смарта. Когда тебе звонят, ты хрен что услышишь, звук еле слышно. Особенно если, например, у вас идет телевизор или доча пытается Рокки схватить за хвост. Короче, в нем приглушение на процентов 50-60 это точно. И это печально. Динамик тут можно дать слабеньких 4 балла, так как за время использования появились претензии к качеству передачи речи. Вы и ваш собеседник слышите друг друга не прямо херительно, а скажем так себе и до определенного момента. Знаете, бывает такое, что ты что-то рассказываешь, и собеседник типа молчит и тебя слушает. Вот такой ты договорился и спрашиваешь мнение, а тебе ответ хммм, тебе кто-то звонил, а то сработало удержание на линии. И это, кстати, не единичный случай. Может это только в этой конкретной модели телефона, но такое бывало. Тут как приятный бонус это то, что в MIUI можно записывать любые входящие и исходящие разговоры. Очень полезна бывает эта функция. Но это, кстати, в плюсах. Также в числе минусов хочу сказать, что нет NFC и смарт не поддерживает ни быструю, ни беспроводную зарядки. А что насчет телефона, то я напомню. На старте продаж у него ценник всего 120 баксов. А как думаете, сколько он будет стоить чуть позже? 85-100? Да 100 пудово! За эти деньги тяжело будет найти смарт, который набирает больше 60 тысяч в Antutu. И вообще А22 хороший бюджетный процессор в принципе. Тут и графика, PowerVR, высокая частота ядер. Однозначно он мощнее наворочней древнего 425 снапа. Только греется собака. А иногда начинается троттинг. Это опять как минус. Но как плюс, то что экран имеет разрешение 18 на 9. Да и неплохой в принципе внешний вид. В общем это хороший крепкий смартфон, который быстро работает. Имеет нормальный дисплей. Не тупит. Его прекрасно можно купить ребенку или себе как основной или дополнительный аппарат. А за встроенный FM радиоприемник, например для ваших родителей, Этому смарту можно поставить огромный и жирный плюс. Короче подведу итог. Redmi 6A легко справится с серфингом в интернете. Просмотра видео. И по сравнению с бюджетниками от Samsung, Meizu, Asus и прочих, Этот будет поинтереснее. Что-то в нем есть такое. Может со временем к нему и приклеится прозвище убийца бюджетников, Как и крестила его сама компания Xiaomi. Ну короче время покажет. Друзья, к критике я отношусь вполне спокойно. Просто напишите мне те модели, что лучше этого по цене до 100 баксов. Может что-то я из них закажу и сравню с 6A. Так что обязательно жду вашего мнения. В общем Redmi 6A это недорогой, но качественный аппарат для тех, Кто знает цену денег. Всем спасибо за внимание. Благодарю за просмотр. И всем пока-пока. А это Рокки в конце. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!